Аквамэн Не раскрою, речь совершенно не об этом Стоит лишь знать, что Энигма это случайная генетическая Мутация, полученная Бейлом Впервые в 2006 году В результате скрещивания Одной из его группы углефаров Итак, синдром Энигмы Или Autosomal Dominant Disorder Это неврологическое заболевание Предрасположенность к которому Есть у всех гекконов данные морфы Это нарушение, выявляемое По внешним признакам, появляется Из-за присутствия лишних Мутирующих белков, которые приводят К гибели здоровых, то есть по сути Синдром Энигмы это частично Разрушенные или мертвые клетки Мозга, которые отвечают за движение И координацию углефара Да, само появление вообще Данной морфы Ее закрепление это спорный Вопрос, с одной стороны Зачем плодить больных Животных, но с другой стороны Удивительная окраска И момент, что не у всех углефаров Энигм синдром может проявляться Среди признаков синдрома Энигмы Следует выделять промахи по еде Причем и ублефар и без синдрома И вообще не Энигма Может мазать по еде по другим причинам Шаткая походка Запрокидывание головы и кружения На месте еще ряд других признаков Это внешне выглядит Как будто бы Эублефар не до конца Прогрузился Выделяют несколько степеней Проявления синдрома Энигмы Причем классификация у разных источников Разнится В среднем это следующие стадии Нулевая или невыраженный синдром То есть ублефар ведет себя Как вполне обычный гекон Минимальная степень Это походка в развалочку Редкое хождение кругами Несильное задирание головы Может промахиваться по еде Средняя степень Это частые хождения по кругу Частые промахивания по еде Запрокидывание головы Обида на еду То есть после нескольких промахиваний Эублефар может просто отказаться от еды Сильная степень Это когда Эублефар Очень долго ходит по кругу Очень много мотает головой Переворачивается на спину Эублефар может погружаться сам в себя Он может не реагировать На внешние раздражители Может валяться очень долго на спине В общем кажется что Эублефар Двигает кони И да вот эти вот четыре стадии Они в зависимости повторюсь От источника информации Они разнятся Но внешне их определить Ну максимально просто Синдром всегда может начать проявляться Причем даже у здорового Энигмы Причем очень часто проявляется Во время стресса То есть это какие-то переезды Выставки, переселения И прочие манипуляции Как правило в таком случае После стрессовой ситуации Через некоторое время Синдром снова ослабевает И Эублефар вроде как Становится нормальным А что вообще делать? Как это вылечить? На самом деле Несмотря на выраженную симптоматику Порой очень сложно Распознать синдром В только что вылупившемся Эублефаре Это не лечится Но можно создать условия В которых синдром Будет проявляться по минимуму И вообще Если у Эублефара Замечается Хоть какое-то наличие синдрома Лучше в разведение Его не пускать Но если вот прям Супер-мега Вот что-то Вот прям В одном месте Прям припекает То как правило Оздоравливают Генотип То есть скрещивают Энигму С Эублефаром Другой морфы Чтобы разбавить Этот самый генотип Также есть информация Что ген White and Yellow Подавляет признаки Синдрома Энигма То есть если вы скрещиваете White and Yellow И Энигму То у вас синдром Он не будет проявляться Полностью Ну по крайней мере На данный момент Это опыт И наблюдение Киперов Содержателей Энигм А все потому Что ген White and Yellow И ген Энигма Они являются Доминантными То есть они По сути Пытаются подавлять Друг друга И реально Было замечено Что при скрещивании White and Yellow И Энигмы Синдром не проявляется Так как он должен Проявляться Теперь Почему синдром Энигмы Расползается Не только Лишь по Энигмам Потому что Нет понимания У большинства Людей Что делать Можно Что с чем Крестить Можно А что нельзя Лично На моем опыте Были вопросы Запросы Ну по типу Таких А вот мне бы Самого Дешевого Ублефара А лучше Пару И можно Даже из одного Помета И самца И самку Чтобы обязательно Были Да И все И все Потому что Деньги Только лишь Людьми Движут И все Вот это Оно Настолько Засоряет Ублефарный Генофон Серьезно Серьезно Настолько Вся Вот эта Ситуация Она Просто Падает На дно Несокрушимо Да 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 Изначально Энигма Они имели Предрасположенность К синдрому Но те Кто В этом деле Вообще Пытается Как-то Развиваться Пытается Как-то Строить Свою Репутацию Они Не Пускают Средне Сильно Синдромных Ублефаров В разведение А если Пускают Это Не просто Что Взял Он там С первым Попавшимся Скрестил И Весь Пламет Начал Там Продавать Нет Это Селекционная Работа То есть Даже Если Какие-то Внешние Признаки Синдромного Энигмы Понравились Оздоравливают Генофон Подкрепляют Все это Дело Оздоравливается И через Несколько Поколений Можно Получить Слабосиндромного Ублефара И все Только так На этом все Если у вас Остались Какие-то Вопросы По этой теме Обязательно Пишите В комментариях Ну а с вами Был Аквамен Увидимся Очень скоро В новых Видео Всем пока Пока Друзья